Арт-группы, хор турецкого и сопрано сегодня запустили музыкальный фарафон «Марафон песни Победы» слугом мероприятия в этом году «Музыка во имя мира и здоровья». Старт марафона дали утром в аэропорту Шереметьево в зале регистрации терминала «Д». И вот, собственно, как это было. Из Шереметьево музыканты отправились в Вену. Сегодня вечером они выступают на площади Шварценберг-Плац. Песни Победы звучали также в самолете. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, То светущий и поющий яркий май. Из Вены хор турецкого и сопрано отправятся в Братиславу. Затем ждут Будапеште, Любляне, Турине, Риме, Дрездене. Завершится марафон 27 сентября концертом на площади «Жандармен Маркт» в Берлине. У друг коллективов Михаил Турецкий отметил, что инициаторами гастроли стали зарубежные партнеры. Проект поддержали Министерство иностранных дел России и правительство Москвы. Я сын фронтовика. Много лет назад обещал отцу сделать песни Победы в Берлине. Он мне поверил. Я сказал, подождем. И действительно в 17-м году, в мае месяце, произошло чудо. Бургомистр Берлина Михаил Мюллер дал свое разрешение. При огромном стечении народа, 25 тысяч человек и 8 миллионов онлайн просмотров, мы сделали песни Победы в Берлине. В это вообще было трудно поверить, но это исторический факт. Дальше при поддержке правительства Москвы и Министерства иностранных дел, а также зарубежных коллег, мы поехали по всему миру. Была и Америка, и Европа, и Китайская Народная Республика. И два года мы делали уникальную программу, которая строит посты дружбы и растапливает лед недоверия. Несмотря на экономическую и политическую турбулентность, диалог на уровне культуры продолжается. Вообще проект стартовал еще в 2015 году в Москве на Поклонной горе в честь празднования 70-летия Победы. Тогда концерт собрал более 100 тысяч человек. В 2017 году стал международным. В Берлине на Центральной площади собрались около 20 тысяч зрителей, а более 8 миллионов человек посмотрели выступления онлайн. В 2018 году проект стал настоящим культурно-историческим марафоном. За 10 дней песни Победы прозвучали в 8 странах. Это Франция, Словения, Австрия, Германия, Белоруссия, Россия, Израиль и США. Уже через год артисты проехали 12 стран. Среди них Канада, Польша, Чехия, Китай, Италия. Общее количество участников за 2019 год превысило 600 тысяч человек.